МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Талерадоя компании «Гомель» у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. На контроле помощника президента до Юры Шулейки подчас черговой промой линии и особистого приему звернулися больше, как 15 человек. Поддяка за допомогу. Жихары регионы отримали гоноровые грамоты Министерства по надзвычайных ситуациях Армении за уделу ликвидации наступствов Спитакского землетрясения 1988 года. Вечная память. В Гомельском районе перепаховали останки войсковцев Червоной армии, загинувших в 1943 году. Снова в школу. Про подрыхтовку установ аддукации до научного года и шла размова сёння на посяженні гомельского гарвы Канкама. А зараз об гэтым іншим больш подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко сёння здействню рабочую поездку у Стародорожский район Минской в области. Акцент на ходу борочной кампании. Не глядячи на нестабильное надворье, пора для аграреусу правды гарадже. Принциповая задача у таких складанных умовах не стратить ни колоска. Минавито тому, такую увагу президент надае захованию культуры землеробства, планованию правильной стратегии организации уборочной. Керовнику державы доложили про то, что у регионе засталось и собрать прикладно 5% колосовых и зерневых площадь. А значим, по вот для плану, сёли то Украине повинны собрать больше за 9 миллионов тонн сборжа. Не ждите, что у нас будет хорошая погода. Ну, уже август месяц. Зона рискованного земледелия Беларуси. Даже при изменении климата. Вот сюрприз нам преподнесла погода. Поэтому вот всё, что у нас осталось, там 10-13%, а это хорошая хлеба. Кто-то проморгал, оставил хорошие площади на семена. Так? Кто-то на семена растил, не успел заготовить. Плохо, конечно, но кто-то на семена. А это лучшее участие. Кто-то убирал, полёг лицу, где-то ещё какие-то обрезал хвосты, а хорошие оставил, а тут залило. Значит, к чему? На поле хороший ещё хлеб. Его надо взять. Нам надо резервы восполнить, те, которые мы съели. Накапливали лет, наверное, 5-10, съели. Теперь их надо восполнить. У нас есть такая возможность. Поэтому надо собрать. Всё, что есть на поле, подготовиться к кукурузе. И надо не 800, там 30-50 тысяч тонн закупать в резерв, а надо до миллиона. Вот запомнить цифру. Один миллион мы должны закупать и положить в резерв. Накормить народ. Это немного надо нам хлеба. Ну и остальное останется в резерве. Так само Александр Лукашенко наведал живелогадочую ферму «Шапчицы Агра». Белорусский лидер звернул увагу на ситуацию с массовым падяжом живёлы. Наприконцы года будет подличена колькасть загинавших голов у каждой в области и в целом по краине. По этим вопросам, в фактах об уральной безгосподарчасти, президент обещает серьезные разбирательства. Так летость только у Минской области загинула каля 20 тысяч голов буйной рогатой живёлы. До речи усяго белорусские аграры уже намолотили каля 6 миллионов тонн сбожжа. Засталось освоить яше 15 процентов площадь. А мальше 100 тысяч тонн на рахунку хлебороба у Гомельской области. Уборка едина опошних в 15 процентах площадь. Однако у 90 процентов пройденных гектаров передолила половы районов. В ближайшие дни массовую уборку в области планують завершить. Протягиваем выпуск. Приёмы специалистами по тематичных направлениях могут допомогти больше эффективно выражать проблемы грамадян. Такое меркование выказал помощник президента Беларуси, инспектор по Гомельской области. Юрий Шулейко провёл прямую линию и приём грамадян у Калинковичах. С хвалюющими пытаниями допомощника президента звернулося больше, как 15 человек. Протягиваемся в материале наших корреспондентов. Как показывает практика, отчасти из-за всё тематика зворотов не вельми адрознивается. Люди просят допомоги в выражении жильёвых и судовых пытаниях, а так само работе и уладковании дорог. На думку допомощника президента важно, чтобы человек звернулся именно в виду того специалиста, в чьей компетенции находится сфера, которая его интересует. Это позволит больше эффективно выражать проблемы грамадян. Юрий Шулейко означает, что у Гомельской области попробуют укоронить практику приёма грамадян специалистами по певной тематике. Если мы, может быть, постараемся в дальнейшем делить их на какие-то группы, подгруппы, то мы больше примем граждан по целевому вопросу, и мы решим их проблемы, которые идут к определённому руководителю, который глубоко владеет данной тематикой. У Калинговича и допомощника президента со своими пытаниями по телефоне и особиста звернулись больше 15 человек. Также Харвёски Турцевич и поведомил, что в центре населенного пункта фермер на своем участке смешает больше сотню коров. Такое существо доставляет незручности. Юрий Шулейко в сопровождении керевников Раева конкама выехал на место, чтобы разобраться с этим пытанием. Фермер Миколай Змушко и сам рады перевести свою господарку за меж и вёски, больше пристосованные для этого умовы. Однако, нема куды. Будовництво новых по мешканню за патрабой немалого часу, а головные – сродков, яких у фермера просто нема. Сейчас где-то что-то даже хоть на своей земле, где-то, которой я пользуюсь, поставить хозяйство – это большая проблема, не разрешается. А во-вторых, это же не в нём, чтобы что-то построить, надо большие финансовые вложения. А как это снять оборотные средства с хозяйства, когда на сегодняшний день надо и топлива уборка, и то работать, и то работать. Это тоже трудно. Помощник президента ситуацию разумеет, дорушая мясцовым уладам о самый короткий термин пропоновать приемальное для всех боков решение. Тут достаточно принципиальный вопрос, который нужно глубоко изучить, для того, чтобы сначала найти приспособленное помещение, потому что всё стоит денег. Или отправить на развитие скотоводства, строить сегодня ежедневременно здания. Действительно, сегодня содержание скота происходит прямо в жилой части деревни. Вокруг находятся жилые дома, школы и так далее. Нужно подойти умно, планомерно, для того, чтобы не разрушить бизнес, потом возвращая кредитную нагрузку, а чтобы сегодня хозяин понимал, что год-два я строю, и потом сельчане будут довольны, что я уехал с этого места, и бизнес остался, а может даже увеличиться, и ему станет легче, технологичнее для того, чтобы получать качественный продукт молоко и мясо. Подчас приема Юрий Шулейко ознайомился из ситуации у района. У приватности его текавили проведение оздоровленной кампании подчас каникулу, подрыхтовку установок докации до нового научного года. Не обмянули увагу и уборочную кампанию, подрыхтовку до зимы и доброе упорядкование. Максим Савин, Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокампания Гомельска и Линковицкого района. Завтра в Беларуси пройдет шарговая промая линия мясовых органов улады. У Гомельскими облывыконками звороты громадян будет принимать наместник-старшины Андрей Конюшко. Номер телефона у Гомели – 33-12-37. Промая линия работает с 9 до 12-1. У ГТШ на связи будет керавник справа Гомельского гарвыконками Алексей Васюченко. Номер телефона – 33-07-67. 30 годов памяти и подяки. Жихары Гомельской в области отримали гоноровое грамотное Министерство по надзвучайных ситуациях Армении за отделу ликвидации наступствов разбурального спятакского землетрассения 1988 года. Гомельская в область – первая из белорусских регионов, отгукнулась на трагедию армянского народа и отправила на допомогу зводный отрат. Наталья Валицкая и Людмила Веселова больше месяц готовили ежу для тех, кто занимался ликвидацией наступства устарения. Гомельчанин Виктор Нягрей у входил в состав группы, которая занималась узнавлением транспортных коммуникаций в потерпелом регионе. У Знагорода я не отримал из рук надзвучайного и полномоценного посла Армении в Беларуси Армена Евандзяна, який сегодня наведал Гомель. Работали, как могли, помогали. Рано утром вставали, кормили людей для работы, для полноценной. Поэтому старались, как могли. С огромной честью мы туда ехали. Это через Россию, через Москву. И первое, что мы занимались, это восстановлением транспортных коммуникаций. Для того, чтобы обеспечить поставку грузов, товаров, выбрать лучшую стратегию сохранения мостов, которые все были разрушены, ну и целый ряд других сложных операций, которые решала наша группа. Подчас визита у Гомель Армен Гивандзян сустрелся со старшиней Аблвы-Канкама Геннадьем Соловьем. Размова ишла про поглубление гандлево-экономичного и инвестиционного супрационистства по межрегионам Армении и Гомельской областью. Надо развивать то, что у нас уже сложились те кооперационные связи. Но мы также не исключали и наоборот говорили об обоюдной заинтересованности продвигать сотрудничество в инновационной сфере, в сфере высоких технологий. То, что должно уже определять и даже определяет лицо сегодняшней экономики. В первые шесть месяцев 2019 года свою продукцию в Армению поставляли 35 предприемств у нашего региона. В Гомельском районе сегодня перепаховали останки девяти войсковцев Червоной армии, которые загинули в 1943 году. Свой покой они нашли в братской могиле у старых Дятловичах. Светкой журботного ритуала стала наш корреспондент Ганна Корольчук. Останки червоной армейцев были знойдены у Червеня на территории Бабовицкого сельсовета, неподалеку от поселка Чкалова. Пошуковые работы в этом районе проходят на протягу опущенных пяти годов, потому что он был ключевой кропкой боевых деяний по вызволению областного центра. За этот час уже удалось ознайсти и перепохвать 213 человек. Однако заразу все было больше складано. Раскопкам попередничала долгочасовая праца с документами и светками. До этого приходилось работать с санитарными захоронениями, в которых могло находиться и 20, и 30, и даже 60 человек. Здесь же два информационных листа, составленных по свидетельству местных жителей, не подтвердились, места оказались пустыми. Поэтому пришлось работать непосредственно на боевых позициях. Траншеи были вскрыты, и останки были частично выброшены на поверхность. Обнаружены были на поверхности, останки после этого уже вызвали поисковиков. Пошуки протягивались пять дней, и у них принимали удел 52-й специальный пошуковый батальон и клуб «Пунсовая погона» Гомельского кадетского училища. На жаль, речи солдат не знайшли. Тому установить особи загинувших не было махчимости. Как меркуются, эти останки належат солдатам 43-х островкового корпуса 137-й дивизии. Останки загинувших героев с воинскими ушанованиями и по православных традициях перепоховали у братской могилы в старых дятловичах. Их имены остались неведомыми. Однако теперь появилось место, куда будут приходить люди, чтобы поклониться в память об их бессмертном подвиге. У человека должна быть память. То есть без памяти человек никто. Прошлое тоже так же важно, потому что на прошлых ошибках человек учится. И поэтому ему это нужно помнить, чтобы такого не происходило. Для меня это важно, потому что мои прадеды тоже воевали. Один воевал в составе 21-й армии 3-й стрелковой дивизии 28-го стрелкового полка. А второй воевал в 3-й армии 169-й стрелковой дивизии. Про 74 годы после закончения боевых действий проблема пошуку, установление лесов и увековечения памяти по-ранейшему актуальная. Тысячи солдат Великой Отечественной войны до этого часу не знайдены. Светлая память неведомым героям. Щиро дякую за мягчимость жить на родной земле. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, Телли, Радио Компания Гомельс, Гомельска району. Завтра на мемориальным комплексе «Партизанская крыничка» под Гомелем отбудется сустреча поколеннёв, что год мероприемства проводится у месце дислокации партизанского отрада «Большавик». Тут збираются ветераны войны и працы, представники органов улады, предприемства, громадских организаций, молодь. Почнется сустреча у субботу ранецей з митингу на мемориале. Так само у программе наведывание Гомельского областного музея военной славы. До начала научного года засталося крыху больше за два недели. За школьные парты сядут 17 тысяч первоклассников. До приема учеников в Гомельской области готовы 526 школ и гимназии. Про подрыхтовку установ адукации до работы шла размова сёння на посаджении Гомельского гарвы «Канкама». До 1 вересня в установах адукации уже, бодаю, всё подрыхтовано. На неде провели капитальный ремонт, действий косметичный. Але главное, на что звертали увагу – створение безпечных умов для детей и педагогов. На подрыхтовку до навычального года было потрачено маль полторы миллионы бюджетных сродков и крыху меньше позабюджетных. Гэта у тым лику доброчинная и шефская допомога. Подчас посаджения прогучало, что для протягу развития материально-техничной базы необходимо повеличивать объемы позабюджетных сродков. Разом с тем, где работа и по снижению выдатков. Например, как меньше расходовать тепловой и электроэнергии, у школах и детячих садах меняют светильни на энергосберагающие, а так само – оконные блоки. При подготовке учреждений образования к новому учебному году особое внимание уделялось созданию безопасных и комфортных условий пребывания учащихся в учреждениях образования. Были проведены ремонтные работы спортивных залов, учебных кабинетов, коридоров, актовых залов, групповых помещений в дошкольных учреждениях образования. Особое внимание было уделено ремонту пищеблоков. Практически в 40 учреждениях были проведены достаточно серьезные ремонты пищеблоков. Это и замена канализационных труб, это замена плиточного покрытия как на стенах, так и на полу. Также было внимание уделено обновлению школьной и детской мебели. В течение 2018-2019 года приобретено порядком 1300 единиц школьной и детской мебели. Им на канавана берахать родиму. На территории пограничной комендатуры Лоев лейтенанты, вселетние выпускники приняли кодекс гонору офицера органов погранслужбы Республики Беларусь. Урочистый ритуал почался с ускладания кветок и венка до мемориальной композиции героя Советского Союза Миколая Сушанова. После 16 молодых офицеров поклялись и выполнять кодекс гонору, прикласти усе силы, умения и веды для забеспечения надейной обороны державной мяжи. А кроме добрых пожаданий от кировництва, молодые офицеры отримали бласловение духовенства. Звершальным этапом мероприемства стало уручение членских билетов новым членам Лоевской районной организации «Беларуський союз ветеранов органов пограничной службы». Это и так сама иншая новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.twergomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Пожар на зерно-сушильном комплексе в Гомельском районе. ЧП произошло накануне. Огонь охватил здание, которое принадлежит гомельской птицефабрике. Когда спасатели прибыли на место, сотрудники выгружали зерно. Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара повреждены сушилки, металлические конструкции и электрическая проводка. При этом спасено 60 тонн зерна. Пострадавших, к счастью, нет. Причина выясняется. Рассматриваем версии нарушения технологического процесса. В Мозырском районе украинский тягач, который буксировал цистерну с ожиженным газом, попал в ДТП. У автомобиля на дороге вырвалось цепное устройство. Кабина осталась на проезжей части, а цистерна оказалась в кювете. Накануне ее заправили 18 тоннами газа на Мозырском НПЗ. Большой груз двигался в направлении пункта пропуска Александровка. В результате происшествия никто не пострадал. Еще одно ДТП в Гомеле. На этот раз с автомобилем и мотоциклом. Причина – нарушение ПДД. А именно – непредоставление водителям машины преимущества в движении. В результате пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Водитель автомобиля «Джили» двигался по улице Советской со стороны улицы Ченгардской дивизии. В нарушении требований дорожного знака, а также разметки, совершил поворот на левую улицу. После чего произошло столкновение с мотоциклистом, 17-летним молодым человеком, который двигался в прямолинейном направлении. С травмами молодой человек был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. В Гомеле задержали агрессивного мужчину в нижнем белье и с ножом в руках. Инцидент произошел в железнооружном районе. В оперативную дежурную службу РУВД поступила информация о нахождении на улице весьма странного гражданина. Незамедлительно на место выехали сотрудники милиции. Мужчину обнаружили у одного из подъездов многоэтажного дома по улице Кирова. Он вел себя неадекватно и угрожал стражам порядка. Было принято решение вызвать группу задержания департамента охраны. Мужчина в это время скрылся в подъезде. Прибывшие сотрудники группы задержания проследовали за мужчиной в подъезд. Обнаружить его удалось на лестничной площадке восьмого этажа. В момент встречи с милиционерами мужчина повел себя агрессивно. Набросился на одного из правоохранителей и попытался нанести ему ножевые ранения грудной клетки. В результате грамотных действий сотрудников охраны нападавшего удалось обезоружить и задержать. Его личность установлена. Это житель Гомеля, проживающий в этом же доме. На месте происшествия работала следственная оперативная группа железнодорожного РУВД города Гомеля. Уточняются все обстоятельства происшествия. Современные технологии в помощь. Сотрудники милиции, используя смартфон, помогли мужчине выбраться из леса. Житель Солигорска приехал в Житковичский район за грибами. Увлекся, зашел вглубь леса и найти обратный выход к своему автомобилю уже не смог. Как только появился сигнал сотовой связи, мужчина сразу же набрал спасателей. А те, в свою очередь, передали информацию милиционерам. С грибником удалось связаться. Ему предложили установить навигатор на мобильный телефон. Объяснили, как ввести необходимые координаты, чтобы выйти на ближайшую дорогу. Там его встретил милицейский экипаж, после чего отвез к месту парковки автомобиля. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Прошли очередные поединки международного турнира по мини-футболу Кубок Дружбы 2019. В первом матче дня киевский хит переграл ереванский Лео 3-2. Во втором Оршанский Витен в концовке вырвал победу у гомельского ВРЗ 2-1. Турнирные баталии в гомельском спорткомплексе «Локомотив» будут идти ежедневно до 17 августа. В субботу решающие игры стартуют в 11.00. Начало финального матча Кубка Дружбы в 16.00. В эти минуты проходит первый матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Открыл тур поединок Гомеля и энергетика БГУ. Сегодня также встретятся Гродненский Неман и Ислыч. Мозриская Славия играет завтра. Соперник – Могилевский клуб Дня ПРО. Сейчас турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Динамо Брест», «Батей» и «Шахтер». У них 42, 40 и 34 очка соответственно. Мозриская Славия находится на 10-м месте с 19 баллами. Гомель на 14-й строке с 13 очками в активе. В эту субботу пройдут очередные поединки чемпионата Беларуси и в первой лиге. В этот раз «Светлогорский химик» отправится в гости к «Слонему-2017», а «Гомельский локомотив» к «Микошевическому граниту». Речицкий спутник остается дома и будет принимать на своей арене сморгонь. «Локомотив» сейчас замыкает тройку лидеров чемпионата. У гомельчан в активе 32 очка. Спутник на пятой позиции с 27 баллами. У «Химика» восьмая строка и 16 очков. Женская и мужская команды гонбольного клуба «Гомель» презентовали новую игровую форму. Домашний и выездной комплекты сохранили прежнюю цветовую гамму – красный и зеленый. Галкиперы – белый и желтый. Главный элемент экипировки – это белорусский орнамент, а также образы города над Сожем. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok